Всем привет, девчонки! Сегодня начнем наш влог с распаковки посылки из интернет-магазина Белорис. Все ссылки оставлю в инфобоксе, еще обязательно оставлю ссылку на мобильное приложение. Через него я сделала свой заказ. Это приложение появилось у них совсем недавно. Мне показалось это очень удобно. Ну то что, давайте с вами посмотрим, что мне пришло. Открываем нашу красоту. Запаковано все вообще очень добротно, девчонки. Прям вот вообще. Такая висистая коробочка. Сейчас посмотрим. Посылочка упакована очень хорошо, очень качественно. Все перемонтано пленочкой. Ничего не деформировалось. И сейчас давайте посмотрим, что же все-таки я заказала. Первая позиция это маслоуход для осветленных волос от Estelle. Я его ни разу не пробовала. Посмотрим, протестируем его. Следующая позиция это бомбочки для ванны. Ребенок очень уж попросил. От кафе красоты. Следующая это тонизирующий шампунь 2 в 1 для мужчин. Он с ароматом ментола. Я его не пробовала. Буду его тестировать. Посмотрим, что же, какого в нем чудо действенного. Так, и следующее чудо, которое я заказала. Это Selective Professional с кератином. Шампунь и бальзам. Этот шампунь я заказывала по рекомендации своего парикмахера. И она мне сказала, что они вообще очень классные. Особенно вот после того, как я сделала ботокс, они будут поддерживать эффект. Ну вот я тоже их не пробовала. Будем смотреть. Следующее, что я заказала себе, это отшелушивающий гель с катком. Тоже я его не пробовала. Буду тестировать. Также я себе заказала вот такие вот гидрогелевые патчи. Пробовала, мне они очень нравятся. Классные такие. И еще я заказала себе вот такие вот маски тканевые. Эту маску я пробовала, мне она очень нравится. От Mizone эту маску с бамбуком я не пробовала. Но у меня было много других уходовых средств от Mizone. Поэтому думаю, что она будет неплохая. И от Елизаветы тоже я пробовала вот эту маску. Мне она очень понравилась, поэтому решила я ее повторить. Вот такие вот позиции пришли мне из интернет-магазина Beloris. Буду делиться с вами своими отзывами. Сегодня на ужин я приготовлю отварную картошку с укропчиком. Сейчас я ее поставлю на печку, пусть она у меня уже варится. Мужу я сделаю селедку. Сейчас я покажу, как я ее разделываю. Может быть, кому-то пригодится. Возьмете себе на заметку. Сделаю салат с огурчиками, с помидорчиками, с болгарским перцем. И детворе сделаю курицу с овощами. Может быть, даже пожарю в духовке. Еще не решила. Так, девчонки, смотрите. Значит, я беру селедку. Пакетик я не убираю. Сюда сейчас я буду складывать отходы. Я беру селедку. Отрезаю ей голову. Отрезаю хвост. Это я убираю. Теперь я беру и вот так вот по спинке разрезаю полосочку. Это вот молоки. И теперь я беру, вот так вот поддеваю и снимаю шкурку. Смотрите, вот она прям очень хорошо снимается. Снимаю шкурку с одной стороны. Снимаю шкурку с другой стороны. Вот у нас получается вот эта кожица. Теперь я беру и вот здесь вот по низу отрезаю. Я всегда беру вот такой ножик. Он с зубчиками и за него цепляются косточки. Очень хорошо и остаются на нем. Молоки я оставляю. Счищаю все, не нужно. Я молоки люблю. Муж тоже любит молоки. Сегодня я, конечно, есть это не буду в связи с моим ПП. Но мы сейчас красиво все выложим с вами. Смотрите, теперь по хребту я вот так провожу пальчиком. И беру от хвостика, вот так разделяю. Все кости остались на хребте. Теперь я счищаю лишнюю пленочку и аккуратненько все, что осталось, вынимаю руками. Все кости. Я приготовила салфетку. Мне вот так удобно бумажную салфетку вытирать руки, чтобы косточки на ней оставались. Теперь я беру ножик и режу на порционные кусочки. И вот смотрите, вот остаются кости на зазубренном ноже. То есть я беру их раз и я их убираю. Все, что я не увидела, оно остается на ноже. Все. И у нас получаются чистые, красивые кусочки без костей. То есть берешь уже и кушаешь. Картошечка моя закипела. Сейчас мы все это красиво уложим. Господи, как же вот отказаться от такой вкуснятины. Это какое-то мучение. Но я четко должна выдержать сегодня. И теперь берем следующий кусочек. И также поддеваем кости. И уже в другую сторону вытаскиваем ребрышки все. Все. Это мы выкидываем. Я не люблю хвост, я его всегда срезаю. Потому что в нем эти мелкие дурацкие косточки, но мне проще его выкинуть. Не люблю я с ним возиться. Кто-то делает, знаете, как прокручивает селедку. Как-то вот так вот, знаете, ее раз-раз так вот надрезает хвостик и крутит. Ну, это вот я, если честно, один раз так попробовала. У меня вся кухня была в селедке. В общем, она у меня летала по всей моей кухне. Селедку мама покупала в Краснодаре. Вот честно, я уже сколько вот живу, ездим мы, да, по разным городам нас носит. Но вкуснее, чем в Краснодаре на сеном рынке, селедки я вообще вот не ела. Она настолько жирная всегда. Редко, когда она перемороженная. Как раз вот такой посол, какой надо. Девчонки, прям обратите внимание. Если надо, я напишу, я прям у мамы спрошу, да, где она покупает, какое место, куда подойти, где ее можно взять. Просто вот я прям, знаете, настоятельно рекомендую. В салат из нее получается просто улет. Селедка под шубой. Вообще, конечно, сейчас бы под эту селедочку, под картошечку, под салатик, до рюмочку холодной водочки, до черных хлебушек. Мне кажется, очень вкусно было бы. Вы поняли, да, систему, как я это делаю? Молодь. Девочки, смотрите. Дальше я селедку всегда поливаю пахучим растительным маслом. Это вот меня так папа учил. То есть я никогда селедку не поливаю уксусом. Всегда маслечком растительным. А лучок отдельно замачиваю в уксусе. Я его порезала мелко-мелко и замочила в уксусе. Ножки мы будем мариновать в кефире. Я вылила сюда где-то полстакана кефира. Выдавила чеснок, добавила абхазской аджики. И сейчас я посолю. Все это перемешаю и не буду даже смазывать форму подсолнечным маслом, так как здесь много водички. И я считаю, что они абсолютно не пригорят. Поэтому у нас получится в принципе такой прям хороший-хороший пп ужин. И будет вкусно. Я уже так делала. Это очень вкусно. Все. Я беру форму, выкладываю наши ножки. И буду отправлять в духовку до готовности. У меня осталась здесь еще вот такая водичка. Я полностью заливаю ножки. Так, вот такой ужин у нас получился. Селедочка, картошечка, салатик и курочка. Она бесподобно пахнет. И она получается, что она прям протушилась в кефире. Очень вкусно. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Сегодня мы с вами займемся организацией пространства в гардеробной системы ПАКС. И разместим вещи двух подростков. И еще дополнительно используем верхние ящики антресоли, на которых у нас будет храниться постельное белье и одеяло. Сейчас я покажу, сколько вещей нам необходимо будет разместить. А потом буду показывать, как я буду это делать. Вот такое количество вещей нам придется уместить в этот шкаф. Но вы не пугайтесь, у нас все поместится и будет очень аккуратно и красиво разложено. Сейчас мы займемся организацией пространства вот в этой части шкафа. Это узкая часть шкафа, в которой будут у нас храниться постельные принадлежности, вещи сезонные, которыми сейчас не пользуются ребята. Как оказалось, нижние сетчатые вот эти вот контейнеры очень удобны для хранения. Сейчас здесь я размещу постельное белье. Оно у меня по категориям. То белье, которым пользуются мои дети. Его я укладываю в отдельную секцию стопочкой аккуратно. В этой секции хранится гостевое постельное белье. Вот таким образом мы поместили несколько комплектов постельного белья. В этот контейнер я, как правило, складываю пледы, те, которыми укрываются дети. Те пледы, которыми часто мы пользуемся. Аккуратненько стопочкой мы укладываем пледы. Так как этот шкаф часто не используется, я буду задействовать все пространство. И на эту полку я укладываю тоже стопочкой все пледики, которые у нас остались. Теперь в этот отсек я буду вешать летние вещи. Храню я их не в пакетах, а развешиваю аккуратненько на вешалке. Они у меня выглажены и будут висеть здесь. Я разделила их по категориям. Батники, брюки и рубашки. Вот так аккуратненько у нас все разместилось в этой секции. Сейчас на антресоле я уберу те одеяла, которыми мы пользуемся очень редко. А во второй части шкафа на антресоле хранятся у меня одеяла для гостей. Хочу показать вам, в чем я храню одеяло, подушки. То, чем редко мы пользуемся. Я приобрела в Икеа вот такие вот пакеты. Они на молнии. Очень сделаны добротно. Вообще прям очень хорошего качества. Закрываются. И я каждый пакет, чтобы не искать, что в них хранится, подписала. Например, здесь у меня хранится подушка и одеяло икеанское. Здесь, например, у меня хранится одеяло теплое и подушка. И также вот я подписала все эти пакеты. Они у меня хранятся на антресоле. Сейчас мы будем их укладывать. Вот таким образом на антресоле мы уместили наши пакеты с одеялами, с подушками. Все прекрасно поместилось. Они прижимаются к друг дружечке и все хорошо помещается. И, в принципе, все подписано и видно, что где у нас хранится. Сейчас мы развесим с вами в этой части одежду верхнюю для двух подростков. Изначально я думала сделать, например, в одной половине для старшего, в другой половине для младшего. Но потом поняла, что это не очень удобно. И сейчас я покажу вам, как я это все делаю. В одну сторону я вешаю вещи младшего ребенка. В эту сторону я вешаю вещи старшего ребенка и разделяю пустыми вешалками, чтобы им было понятно. Смотрите, вот таким образом у нас все получается. И выглядит это вот так вот. Здесь вещи старшего, здесь вещи младшего. Они абсолютно спокойно отодвигаются друг от дружки. Места достаточно. И здесь висят свободные вешалки, которые я использую, если они необходимы. И так они понимают, что у них разграниченное пространство. Еще один момент. Все верхние вещи, рубашки, спортивные костюмы, свитера я вешаю на вешалку, чтобы открыть шкаф и было видно, что где висит. Мне так удобно. Я их глажу, сразу развешиваю и уже все понятно. Теперь разберемся с этой нишей. Здесь я храню кепки. Это те головные уборы, которые часто не используются, но хранить их где-то нужно. Я приобрела в Икеа вот такой вот контейнер. Он немножечко не соответствует по цвету, потому что ребятам я собирала вот в такой вот цветовой гамме контейнер, и мне нужно его заменить. Но тем не менее, я этот контейнер задвигаю вглубь ящика, и он там абсолютно спокойно хранится, и они знают, что там у них лежат кепки. Дальше в таком небольшом контейнере у них хранятся ремни. Я навела немного здесь порядок. Ремней у них не так много. У них ремни только под брюки и под джинсы, и летние шорты. Их также я задвигаю вот сюда вот вглубь. Они знают прекрасно о том, что они у них лежат именно здесь. Также в такой маленький небольшой черный контейнер я отделила носочки, которые они носят по дому. Это такие вот теплые носки, которые они не могут одеть под какую-то обычную обувь, например. И они тоже знают, что они у них хранятся здесь, и вместо тапочек им удобно. Они очень любят носить вот такие носочки. Они тоже хранятся здесь в углублении. И получается, что вот эта полка, в принципе, у них свободная. Можно что-то еще положить дополнительно. Но мы так не делаем. Теперь и дальше я хочу вам показать, как я разграничила также им пространство. У старшего чуть-чуть больше вещей. Поэтому я выделила ему две верхние полки. На нижней полке у меня хранятся рюкзаки. Посмотрите, их достаточно много. Но если грамотно их сложить, все вообще отлично и замечательно поместится. Вот таким образом я уместила рюкзачки. Все очень видно. Если нужно что-то достать, выдвигаем контейнер, и здесь хранятся все их сумки. Это нижний контейнер, который, в принципе, очень редко задействован. Сейчас мы разложим вещи младшего ребенка. Я разложила вещи младшего, и они, в принципе, уместились у меня в один контейнер. Здесь хранятся трусики, маечки, футболки на каждый день. Здесь стопка домашних шорт. Здесь у него хранятся джинсы и пижамка. В принципе, вот если посмотреть, то все доступно. Можно вытащить аккуратненько. Они у меня приучены к тому, что они, в принципе, складывают вещи каждый на свое место. Вот такая организация у младшего. Теперь перейдем к старшему. У старшего два отделения, как я уже вам сказала. В первом верхнем отделении я ему определила на хранение джинсы. И с левой стороны я организовала носки, но носки у них на двоих. Размер, в принципе, у них одинаковый, поэтому у них стоит контейнер со скрученными носочками. Я их вот так вот скручиваю, и удобно им доставать их. А здесь лежат новые носочки и спортивные носки. В следующем отделении хранятся его домашние шорты, домашние футболки, спортивная форма на тренировке, также трусики в контейнере и маечки нательные стопочкой. Вот такая организация у нас получилась. Мне кажется, что все очень аккуратно и вместительно. Самое главное, грамотно все распределить. Ну, по крайней мере, нам удобно. Девчонки, не смогла удержаться, я сходила в душ. И протестировала новые шампуни. И хочу вам оставить свой отзыв. Мне они очень понравились. Посмотрите на мои волосы. Но опять камера, по всей видимости, передавать, конечно, не будет их состояния. Но могу сказать, что волосинка от волосинки. И у меня сложилось такое впечатление, что я сходила в салон и сделала уход. Мне очень они понравились. Я буду им пользоваться. И что немаловажно, как бы объем очень большой, надолго их хватит. Очень классные шампуни. Посмотрите, вот еще раз я вам их показываю. Заскриньте себе, кому будет это интересно. Прям я ставлю вообще и пятерку. Однозначно пятерку. Я также протестировала вот эту пеленскатку. Тоже мне она очень понравилась. У меня сейчас чуть-чуть лицо с покраснениями. Но это просто я после душа высушила пока волосы феном. И сделала пачеки. Сажу, отдыхаю. Вот. Так что вот такой вот мой отзыв. Однозначно пятерка. Ну все. Давайте тогда будем сегодня уже прощаться. Всем хорошего настроения. Рада была провести с вами этот день. Всем пока-пока.